Уважаемые участники совещания, тема сегодняшнего нашего мероприятия – военная прокуратура. Не буду характеризовать обстановку в мире, вы прекрасно это знаете, на наших рубежах обстановку также ситуацией владеете. Просто напомню, прежде чем обсудить эти вопросы, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в вооруженных силах в других войсках и воинских формированиях в Беларуси переданы гражданским органам прокуратуры. В 2014 году мы на более широком совещании приняли решение о сокращении военной прокуратуры. Не буду напоминать, чем это было вызвано, мотивацию, но встает закономерный вопрос. А сейчас на том поле, в той зоне, где должны наблюдать за единообразным, тошным соблюдением наших законов, законодательства, прокуроры, обстановка в этих областях изменилась? Ну, наверное. Встает вопрос, настолько изменилась, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры, воссоздать их. Наверное, это один из коренных вопросов, на которые мы сегодня должны ответить. Это решение принималось тогда в иных условиях. И было направлено, в том числе, на сокращение, в том числе и штатной численности в рамках реформы госаппарата, а также сокращение расходования бюджетных средств. В качестве действенной меры по решению указанных выше задач генеральным прокурорам, а задачи остаются те же, предложено создать главную военную прокуратуру и межгарнизонные военные прокуратуры. Надо определиться по этому вопросу. Хотел бы услышать мнение присутствующих, какая практика в других государствах. Высказывалось и альтернативное мнение о целесообразности создания такой системы, но только в условиях военного времени. Тоже вопрос. Не дай Бог, началась война, мы быстро создаем прокуратуры. Без этого справиться не можем? Если не можем, может и надо. Если сможем, зачем? И вообще, это главный вопрос. Откуда он появился? Почему сегодня этот вопрос поднят прокурорами прежде всего? И вопрос главный. Надо сегодня или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года? Владимир Владимирович, я правильно выразился с точки зрения юридического языка? Для обсуждения названных вопросов, для обсуждения и принятия решения потом, я и пригласил вас сюда. Жду конкретных предложений, исходя исключительно из общегосударственных задач обеспечения национальной безопасности. Андрей Иванович, пожалуйста, ваша мотивация в пользу создания такой системы, воссоздания. Товарищ президент, органы прокуратуры в соответствии с вашими поручениями работают в целом над повышением эффективности надзорной деятельности по всем направлениям. Ряд наших инициатив, благодаря поддержке главы государства, реализован и сегодня дает свой результат. В связи со складывающейся военно-политической обстановкой вблизи наших границ, нами проведен анализ организации надзора за законностью в войсках за рубежом, в том числе во время военных конфликтов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова